ну что друзья всем привет это папа мама блог меня зовут алена пришла пора снимать видео из серой холодной москвы в общем мы приехали ехали мы до дома не соврать бы три часа по пробкам ужаснейшим просто мы выезжали из аэропорта написала два часа ехать мы ехали написала два часа ехать в центре москвы написала два часа ехать в общем и того до дома мы ехали три с лишним часам это было ужасно это было наверное тяжелая часть дороги вот все вы знаете что по прилету нужно сдавать тесты их нужно сдавать два раза с перерывом минимум в одни сутки вот первый уже успешно сдали он нас отрицательный сдавали мы с лабораторной службы helix а я вам сейчас расскажу как это происходит вот и сейчас я уже иду сдавать второй тест второй тест мы сдаем бесплатной поликлинике мы записали заранее запись открывается за две недели в 7 утра если что если вдруг то не знает поставьте себе будильник обычно очень много свободных мест на этот день вот можно с легкостью записаться и вообще не переживать по поводу helix и cmd первый раз мы заказывали в cmd те кто смотрел наши видео уже видел это вот в cmd система такая что ты заранее на сайте заполняешь заявку а потом в течение суток эта заявка обрабатывается тебе перезванивают и уже соответственно потом высылают курьеров ну собственно так мы сделали в первый раз и все было успешно но во второй раз что-то пошло не так а в общем есть одна проблемка они не могут позвонить по международным номерам да у нас там был международный номер но один с этим вопросом мы решили заполнили заявку оставили за на всякий случай за двое суток но мы хотели чтобы курьер приехал вечером того дня когда мы возвращались прошли сутки нам никто не перезвонил мы написали в поддержку с вопросом о том что происходит и почему собственно нам еще до сих пор не перезвонили нас попросили номер заявки мы ответили и все и тишина еще полдня никто ничего не решал никто ничего не делал мы начали уже искать другие службы на всякий случай нашли вот helix начали заполнять заявку у них нам ответили из cmd сказали что они не могут найти нам курьера из офиса ну точнее офис который вышит нам курьера вот и в общем будут решать этот вопрос но мы уже решили что лучше мы закажем в другой фирме а потому что ну мало ли что то может они не найдут этого курьера и мы заказали в helix и helix и есть несколько вариантов то есть есть тесты готовятся за двое суток за один день и за несколько часов мы заказывали тот который готовится за двое суток потому что результат нам не к спеху ну мы уже не торопимся на рейс нам не нужно вот и есть возможность у них также оформить сразу заявку на два выезда то есть первый выезд и выезд через сутки мы оформили просто один потому что у нас была запись в городскую поликлинику и вот мы решили пойти в городскую поликлинику вместо платной сдачи в helix и заодно вам показать как это происходит городской поликлинике вот в helix и вызов стоит на дом 500 рублей можно добавить заявку 4 человека у нас 5 поэтому мы делали две заявки за каждую заявку патишь 500 рублей соответственно оплачивается сразу же при заказе и уже буквально через пять минут они уже все на сайте подтвердили написано типа ждите курьера но не смс ничего такого на телефон приходит то есть просто информация в таком личном кабинете cmd в итоге нам тоже писали что они нашли нам курьера но мы уже отменили потому что в helix заплатили вот курьер позвонил где-то за 30 40 минут до приезда приехал он в промежуток который мы указывали вечером с 8 до 10 вот он приехал привез с собой образцы стоял он в коридоре домой он не заходил все это делалось на расстоянии ну это полтора метра примерно проверил наши паспорта чтобы мы не совпадали и сейчас вам покажу как выглядят инструкции и сдачи анализа собственно в helix и так вот инструкция внутри получается все вот такие вот для рта для носа аппликатора и для рта молодец что нужно пробирку поставить стакану просто мне не очень удобно и в стакане держать кирочка носик складывается также отрывая от ломается и все ужасно штука большая штука в нос потом прозрачный пакетик и в черный пакетик вообще все просто на самом деле на по времени занимает привычный потому что у нас у нас много этого 5 человек но в общем я надеюсь что вы посмотрели все очень удобно комфортно нормально и единственный момент что касается цента я не хочу сказать о них ничего плохого да как бы в первый раз у нас с ними все прошло хорошо но цены очень много зависит от оператора колл-центра на которого попадете если вот какой-то вопрос потому что в первый раз у меня было неправильно запомнили дата рождения летом нечаянно прокрутила не на ту дату и я позвонил мужу оплатили заявку и только потом я это поняла уже мы позвонили значит колл-центр и и девушками горит я ничем не могу помочь ну типа все заполняйте новую заявку я соответственно заполнила новую заявку звоню им спросите что делать с оплатой потому что у меня же оплачена предыдущая заявка а новая она не оплачена и я попадаю на другой оператор колл-центра который говорит о я вас сейчас переключу на офис они вам все исправят и тут же самое получилось то есть одна говорит что мы сейчас что-нибудь сделаем найдем вашу заявку но в итоге вопрос не решается другой оператор буквально за полчаса все решила вот ну а мы с вами идем государственную клинику и расскажу вам потом после государственной клиники как все проходит до слез она у нас на самом деле плюс поликлинике у нас никогда не бывает середей здесь на сдачу теста и все очень быстро приходишь даешь хочешь и принципе мне сказали что готово будет уже завтра на по номеру телефона придет там сообщение о том что готова анализа поэтому сейчас городских поликлиник если делается быстро ну по крайней мере москве так что не бойтесь записывайтесь все будет хорошо вот и еще что хочу сказать по поводу первых результатов по хеликсу да у нас было два рабочие дня ты стандартный анализ но на самом деле на мой результат пришел уже на следующий день утром то есть вечером на зале мазок а утром пришел результат то есть очень быстро понятное дело что если у них скорее всего какой-то большой наплыв людей то это будет делаться дольше а поэтому если нужен срочный тест то заказывайте лучше срочный потому что он точно будет готов срок вот если срочный тест не нужен как в нашем случае то можно заказать вот такой и в принципе есть вероятность результат придет быстрее чем заявлено в сроках сегодня еще поедем сдавайте тесты детям у нас почему-то детская клиника который принимает тест находится дальше вот но поедем сдадим это же вам расскажу как это проходит в других поликлиниках так ну что рассказываю съездили мы деткам тоже сдали тесты также без очереди все нормально все по времени прошло единственное мы опять стреляли в какой-то жуткой пробки нам ехать на каршеринге 7 километров до нашей больницы до детской поликлиники а мы эти семь километров ехали минут 40 наверное то есть опять какая-то жучайшая пробка и не понимаю что еще в москве происходит и не понимаю как люди вообще в москве водят и в общем для меня это остается загадкой но очень ладно мы съездили все обратно доехали быстро минут за десять все сдали все хорошо результат будет завтра вечером готов вот как бы все 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 нормально хочу напомнить еще о том что для всех тех кто возвращается из-за рубежа из нужно сдать тест на коронавирус в течение трех дней загрузить результат на госуслуги да вы помните об этом еще с прошлого года там есть передача результатов теста пациент по моему для тех кто вернулся за границей как-то так называется эта услуга ее заполняет на каждого кто прибыл то есть на вас на несовершеннолетних детей в том числе и точно так же когда вы второй раз создаете тест на коронавирус точно также вы загружаете в эту же ну точнее заново заполнять такую же заявку такую же анкету и передаете результаты теста вот там больше ничего делать не нужно она автоматически как-то регистрируется в роспотребнадзоре не знаю проверяют или нет как бы нам заявки эти не возвращали еще ни разу надеюсь никогда и не вернут вот то есть она автоматически регистрируется и все вы свободны первый тест необходимо сдать в течение трех дней загрузить результат второй тест необходимо сдать в течение не ранее чем через сутки после первого теста вот тоже сдаете все загружаете анкета там заполняется легко если вы уже на сайте госуслуг зарегистрированы то ваши данные прогружаются там автоматически детей несмотря на то что у меня например дети на госуслугах данные прогружены почему-то каждый раз я заполняю их заново вот ну там в принципе просто данные следствия рождения и все и соответственно самую фотографию там файл теста до результата и в принципе все хотела в этом видео рассказать еще про то что мы привезли из египта но если я сейчас сюда я вставлю всю эту информацию виде получится очень большим и долгим поэтому не буду вас лишний раз да нагружать большими видео в следующем тогда видео расскажу о том что мы привезли из египта какие подарки какие сувениры за какую цену мы их там покупали в общем какие мы купили лекарства где покупали где лучше покупать и расскажу еще про одно очень классное место про которое я ни у кого не слышала там где все покупают любимую продукцию египетскую до фирмы lotus ну вот есть очень очень классное одно местечко где можно купить вот и практически каждый наверное из вас в этом местечке был просто возможно не каждый из вас этот ларечек видел поэтому обязательно смотрите наши новые видео подписывайтесь на наш канал ставьте лайки пишите комментарии всем спасибо за просмотр всем хорошего настроения всем пока пока